добрый день дорогие друзья вы на телеканале это он тв программа тема дня меня зовут александр вальдман а вместе со мной в нашей телевизорской студии виртуально из киев известный украинский политолог кирилл молчанов кирилл рад приветствовать вас добрый день приветствую вас добрый день кирилл но украина как всегда богата на события в политической жизни не только и около политической жизни последние уже много несколько лет я бы так сформулировал потом меня будут за эту фразу критиковать я хотел бы начать наш разговор с вами столько что завершившихся олимпийских игр в токио как пишут многие издания на украине разразился скандал из-за того что известная украинская легкоатлетка бронзовый призер олимпиады по прыжкам высоту ярослава могучих сфотографировалась в обнимку вместе чемпионка олимпиады россиянкой марии лисицкене ее даже якобы я имею ввиду ярославу могучих уже вызывали на ковер министерства обороны где предостерегли от необдуманных действий и я процитирую будут разбираться так как неосторожное поведение спортсменки может стать объектом информационных спецопераций врага о каких спецоперациях врага в данном случае по отношению к могучих может идти речь я бы сказал маразм кричал это новость нельзя прокомментировать это не первый случай там если не ошибаюсь по-моему в спортивной гимнастике была подобная ситуация когда там украинка поддерживали россиянок россиян да да кстати я обратил внимание да на трибунах были украинские спортсменки которые очень горячего поддерживали россиянок так что я думаю это в очередной раз не показывает то что несмотря на на все политические нюансы да общество все таки нас скорее будет более бой более здоровая чем наши вот и действительно спорта он все таки всю жизнь был вне политики и считаю что так должно все и оставаться а то что там министерство обороны будет вызывать на ковер но я могу им только посочувствовать потому что у них непочатый край работы если у всех спортсменов сочувствующих скажем так своим коллегам с северного соседа всех всех вызывать я думаю придется все силы я думаю министерство обороны как министерство спорта было бы лучше заняться финансированием наших спортсменов потому что эти олимпийские игры показали самых лучших результатов украины за сегодня всего одна золотая медаль я думаю лучше бы поработать они они разжигать межнациональную позиции абсолютно выдуманного не или надуманным кирилл а вот насколько это исходит все таки я попытаюсь чуть углубиться в эту тему насколько это все таки исходит сверху они снизу потому что опять же есть масса публикаций в которых спортсмены украинские спортсмены поддержали ярославу могучих это же примерно то же самое что вы писали говорили о маразме который крепчает но в ответ получили такую абструкцию от назовем так простых патриотично настроенных украинцев что но я просто читал это но просто уши трубочкой сворачиваются извините за этот термин это еще одна демонстрация того что чиновник это еще ли все время писал ну вот а у нас таки вообще скажем так я не наберлись не всем понятно зачем зеленский решил просто продолжить петра порошенко в манитарном плане и продолжать эту всю линию которая усиленно раскручиваться четырнадцатого я уже не готов что перед министерство спорта запрещает районским спортсменам ездить на всякие там или чемпионаты в на территории российской федерации ну вот к сожалению беда в том что у нас вроде как бы и политики меняются и власть меняется почему-то курсом остается неизменным вот которым который не воспринимает большинство украинских граждан да то есть за зеленского голосовали в первую очередь не как за зеленского как за анти порошенко а он почему-то вместо того чтобы что-то поменять и чтобы возглавить весь тот курс остался по нас такие министр обороны и замминистра они уже и вот принципе я вообще слабо себе представляю такой цивилизованной стране заявление чиновников но вот у нас это считается и я уже ну вот вот к сожалению и все это по кругу продолжается и конца как края кириллу теперь господин зеленском его администрации они объявили буквально сегодня день когда мы с вами записываем эту программу объявили программу переговоров зеленского с президентом сша байденом в вашингтоне пишут что намерены обсудить вопросы стратегического партнерства безопасности и вливание денег в украинскую экономику а если расшифровать вот эти три пункта о чем пойдет речь на ваш взгляд банально будут просить финансовую очередь а вот вообще есть предыстория расскажу для наших зрителей надо перед встречей в женеве пойдем с путиным байден позвонил зеленск и пообещал что принят его в белом доме летом этого года а потом когда назначили дату последний день лето стало понятно что зеленский у него вообще не в приоритетах и украина в принципе то есть это вообще достаточно унизить пообещать организовать встречу летом и назначить показательно на последний день этого лета ну вот а я даже раскрою небольшую талии почему именно так и сделали потому что как раз таких 30 августа конгресс уходит на каникулы а в белом доме прекрасно знают что зеленский его команда явно будет ходить по конгрессу пытаться собрать какую-то группу поддержки там из республиканцев капитолий будет пустой то есть это еще одна демонстрация полного недоверия украинскому президенту и так что скорее всего говорить не могут на любые темы но по моему уже очевидно что вопрос северного потока два он в принципе решен и как бы там не знаю чтобы там не рассказывал не рассказывали в киеве этот процесс уже не остановить вероятно все связи к тому что будет просить это компенсацию от этого газопровода но опять-таки же я помню меркель недавно летала да и патент сказал что финансово финансово чтобы вопрос поддерживал поддержки украины шала германия то есть я так понимаю что они сами деньги не хотят но реально что можно ну как можно наверно получить нелетальную военную помощь ежегодно штаты все тринадцатого года представляют украины 250 до 350 миллионов вот потому что можно реально получить это при том что афганистану они предоставляют украина и цена интересно вообще честно говоря узелинского не ладит с внешней политикой как-то тактика шантажа маниру поэтому ну по-хорошему я не знаю можно было попросить упали на ускорить процесс поставок вакцин американских потому что украине сосед тяжко и химала и это очень низко то есть это еще можно было переговорить ну не знаю можно было поднять вопрос обезвисовом режиме но и навряд ли его тоже какие-то инвестиции американские компании при не интересует исключительно вероятно только доступ к дешевому рынку земли в этом нечем теоретически может а на практике товарооборот украины очень низкие и вообще со всеми слова стратегических партнеров но наверное немножко преувеличена кирилл а что думают по поводу визита намеченного по крайней мере тоже сегодня объявили об этом на 22 августа госпожа меркель в киев это чисто ритуальный визит для того чтобы поддержать и поддержать каким-то образом украину в связи с 30-летием независимости вероятно плюс и самое показательное что она именно будет 22 числа а не 23 когда зеленский проводит так называемую кремскую платформу и там будет подниматься вопрос актуализации повестки то есть тоже показательно что она решила приехать на день раньше символический жест плюс я у я так предполагаю что наверно 23 числа северный поток 2 уже будет технически достроен вот и и собственно за чего меркель просто скажет что ну вот и получилось еще обсудят и не знаю вероятно если интересные проекты ну мысли точнее а пока что не проекты о том чтобы можно было украинскую газотранспортную систему использовать для поставок водор и иросоюз продай этот водоросчан где-то произвести но вот есть такие может они как-то поспособствует германин а так собственно чуть ожидать куда-то проблему например нормандском формате там или поправ по донбассу тоже плюс давайте напомним что сама меркель в сентябре месяца уходит с должности то есть она по сути такой канцлер хромая утка и поэтому даже если мне надо рассказывать что украине на финские соглашения зеленские компании просто это все проектирует прекрасно понимаешь что через месяц можно договариваться с другим человек поэтому да это скорее такой визит визит прощания наверное собственно и плюс это действительно много такая под угадали с кирилл хотел особо остановиться на одном моменте появилось много публикаций в последние дни в украинской прессе о том что начался раздел наследия бывшего главы мвд арсена авакова насколько на ваш взгляд это соответствует действительности когда например говорят об увольнении герасченко замглавы мвд об увольнении начальника полиции киева говорят еще там в ряде крупных городов будут уволены руководителя мвд это соответствует действительности или все высосано из пальца да отчасти это соответствует действительности потому что мы видим что президент решил по сути взять под контроль весь силовой блок и уволить с работы наверное единственного министра который имел какую-то свою точку зрения то есть все остальные министры абсолютно управляемые с администрацией президента абсолютно в ручном режиме делаются что они говорят то есть действительно почему это сделали сейчас но есть и несколько версий одна из них это то что вероятно очень невозможны социальные протесты да да экономическая ситуация и как раз таки зеленскому нужен свой министр внутренних дел которые по большому счету дело то что ему сказано потому что к слову кирилл извините к слову как раз именно по этой причине на ваш взгляд зеленский хочет перевести национальную игра гвардию с подчинением мвд от себя полностью на себе замкнуть весь всю вертикальность потом компаньон по 95 кварталу руководитель службы безопасности украины теперь у них еще какой-то свой министр внутренних дел вот действительно я хочу напомнить о том что порошенко это по сути проиграл выборы зеленскому во многом потому что аваков был категорически но в конфликте с президентом порошенко да и по сути национальная полиция срывала там возьмут там всякие фальсификации там вот которые там планировались от власти поэтому зеленске это прекрасно она поняла и преддверии ну правда до выборов еще далеко украину тоже начал подумали о том что ему точно не нужно такой министр внутренних дел который имеет свою точку зрения и плюс он все-таки политический тяжеловес а мы видим что сейчас ставка делается в основном на серых малозначимых посредственных кандидатов собственно не заслоняли саму зеленского вот и действительно министерство будет разделять отдельно выделят пограничную службу отдельно по чрезвычайным ситуациям отдельно на сгвардию и собственно я думаю за пару месяцев это процесс произойдет кирилл тогда еще один вопрос тоже связи с этим много говорят о том что дескать зеленский начал какие-то действия акции против ветеранов а то с активной жизненной позиции нацкорпус об этом постоянно последнее время говорит пытаются утверждать что зеленский боится их участия в осенних протестах опять же насколько это соответствует действительности или они себя то что называется хотят преподнести в другом свете скорее это связано связано с тем что зеленский не знает как-то донбасс реинтегрировать приставить это абсолютно ошибочное мнение и принципе ничего не выполнять из-за минского пакета законопроекта не собираются думаю на этом вопросе минимум этот президент должен поставил крест действительно желает просто взять под контроль окончательно уличных этих всех националистов и активистов для этого как раз таки это и сделал показательно какие-то задержки аресты а почему она в харькове контролировал харьков через свой кандидат мэра сейчас у него там свой глава совета он вообще сам вот я думаю как раз и не с него и начали защит от людей то есть все таки зеленский решил только его снять но я не думаю что нас корпус полностью там разгублен скорее всего закончить тем что просто вынужден стать лояльными к власти присягнули же от облака к самому взялись вот это причем это все закончится а нет все таки какие-то такие символические мероприятия потому что мы видели в плане вот всем чек вообще порестовали спасибо спасибо кирилл за счет большую информацию спасибо всего самого доброго главное здоровье и до новых встреч спасибо до свидания спасибо спасибо и вам друзья что были с нами всего доброго будьте здоровы до новых встреч